Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейген Лайв. Сегодня среда, 3 января, время 21 час 1 минута в Киеве и 22 часа 1 минута в Москве. Мы проводим очередной стрим и у нас в гостях снова наш друг Тарас Березовец. Тарас, рад тебя видеть. Большое здоровье, всех приветствую, друзья, рад видеть. Дякую, дякую. Замысел кремлевского мясника, так мы назвали наш эфир. Разумеется, мы много тем разных будем обсуждать, которые накопились, собственно, уже в теперь этом 2024 году за начавшуюся неделю и за оставшиеся, что с нашего и последнего эфира были дни ушедшего 2023 года. Но смотри, явная интенсивность обстрелов в территории Украины с использованием вот этих кинжалов, баллистических ракет, дронов и так далее. Сейчас уже можно констатировать, что у этого есть какая-то повышенная цель, экстра задача для того, чтобы, не знаю, разные варианты называются разными экспертами. Потому что то ли они хотят закошмарить, то ли вызвать ответную реакцию. Она уже есть, да, вот события в Белгороде или там частично в Воронежской области. Мы сейчас не предрешаем, чьи это ракеты, что там упало. Просто говорим о том, что вот по этой части есть явное обострение и так далее. Причем мы с тобой же обсуждали, мы сейчас в начале января находимся накануне, возможно, на следующей неделе или чуть позже обсуждение в Конгрессе, в Сенате. США как раз многострадали на этой помощи Украине в размере 60 миллиардов. И можно ли, на твой взгляд, связывать эти события? Нет ли в этом попытки со стороны Москвы воздействовать на этот вопрос? Ну и шире, шире на заставить украинцев закошмарить их до степени, чтобы они замолились о проведении мирных переговоров. Так я цитирую некоторые источники пропагандистские, частично эксперты. Как ты видишь всю эту ситуацию? Друзья, во-первых, всем добрый вечер всех с наступившим новым 24-м годом. Каким он будет, зависит и от нас в том числе. В том числе, как мы знаем, действия мыслей, в том числе, которые материальны. Они отражаются непосредственно на будущем, в том числе будущем кремлевского режима. А он, как мы знаем, безусловно, не вечен. Рады всех видеть, друзья. Не забывайте лайкать, шарить и комментировать эту трансляцию. Это важно для продвижения алгоритмами Ютуба. Тем более, сейчас новогодние праздники. Украина Рождество уже отпраздновала. Православные страны, ряд стран будут это делать уже 7-го числа. Но, тем не менее, сейчас, понятно, из-за праздников, возможно, будет некий спад интереса. И поэтому каждое ваше действие, оно важно. Это небольшое вступление. Ну, а теперь то, что касается ответа на твой вопрос, Марк. Смотри, если смотреть по военному, а не по, скажем так, политологически, да, на всю эту ситуацию, безусловно, никакой связи между обстрелами, варварскими обстрелами мирных украинских городов. А удары наносились исключительно по гражданским объектам. Наносились удары 29-го с интервалом в 5 дней. А потом 2-го января варварским обстрелом подверглись Запорожье. Вот у меня в прошлом эфире справедливо указали на то, что я забыл упомянуть Запорожье. Исключительно потому что запамятовал. Вот. Настолько широка, к сожалению, география путинских военных преступлений. Иногда можно что-то упустить. Поэтому приношу извинения. Да, Запорожье подверглось обстрелом. Кропивницкая область. То есть Харьков, Киев, Днепр, Львов подвергся обстрелам. Полтавская область и ряд других регионов. Ну а самые массовые обстрелы 2-го января уже произошли непосредственно в Киеве и в Харькове. Хотя не только там. Так вот, касательно того, может ли это быть связано с событиями в Белгородской области. Нет, никакой связи здесь нет по одной простой причине. Столь сложная комбинированная атака с использованием шахедов БПЛА, а также крылатых баллистических и аэробаллистических ракет. Было применено всего в атаке 2-го января 99 ракет, из которых было сбито 72, согласно официальному заявлению Генштаба вооруженных сил Украины. То есть было сбито 3 четверти ракет. 27, к сожалению, не сбили. И были сбиты полностью все шахеды. И, что немаловажно, все 10 кинжалов, которые были запущены, все они были уничтожены. Причем один из них, как мы видели на видео, попал практически в нетронутом виде. Его сбили, головная часть не взорвалась, и он упал. Упал в Днепр. Ну и, по всей видимости, значит, уже понятно, как бы в целом виде попадет туда, как бы нужно. Так вот, поскольку подобные атаки невозможно спланировать за 2-3 дня, естественно, все это было запланировано за несколько недель. Минимальный срок планирования и разработки подобных атак – это 10-14 дней. Соответственно, никакой связи между тем, что произошло в Белгороде, с чем еще предстоит разбираться, я не беру ко вниманию официальную версию, которую комментировали пропагандисты. Они утверждают, что якобы это все был обстрел со стороны ЗСУ. Вот так вот, в итоге обстреливали, как всегда, сами себя. Вот, неумелая работа по российского, уже печально известного белгородского ПВО. Так вот, связи никакой нет. То есть эти удары 29 декабря и 2 января были запланированы кремлевским преступным режимом заранее. Какова цель подобных ударов, варварских, в момент, когда вся Европа праздновала рождественские и новогодние праздники, соответственно, она должна была отмечена. Путин, на мой взгляд, пытался таким образом, безусловно, воздействовать на западное, общественное мнение и в меньшей степени на украинское, хотя тоже, безусловно. И цель этого очевидна. Путинский режим при всей кожейности, мне нравится расход, того, что он находится на нескольких годах победы, когда они пытаются, на самом деле, он испытывает серьезнейшие проблемы с ресурсами, как человеческими, так и военными. В ходе этой атаки было всего израсходовано более 200 ракет, а общий залп стоимость его составляет около 2 миллиардов долларов, чуть меньше. И учитывая то, что на сегодняшний день, как заявляют представители украинской разведки, кремлевский режим способен производить до 100 ракет всего, всех и крылатых, и баллистических, и аэробаллистических, то есть были израсходованы, в том числе, это уже подтвержденный факт, ракеты производства последние декады, не прошу прощения, последних трех месяцев 23-го года, то есть совершенно свежие, буквально, которые были произведены осенью 23-го года. Это говорит о чем? О том, что старых запасов ракет осталось немного, и в ход уже идут те ракеты, которые выпускаются прямо с конвейера, и идут они зарядами, еще раз повторю, которые они производят, не более 100 ракет в месяц. И вот такое расходование двухмесячного, более чем двухмесячного запаса ракет, которые производят российские ВПК, совершенно бессмысленное с точки зрения военной, поскольку удары наносились не по военным объектам, а по гражданским. Весь этот бред, понятно, мы можем полностью отбросить, потому что они рассказали, что мы уничтожили какие-то там центры принятия решений, очередные патриоты были уничтожены, девять генералов и тому подобное. Это все фейк, и никакого отношения к реальности не имеет. Поэтому основная цель Путина, это было принуждение к миру, послать сигнал о том, что Россия не собирается останавливаться. Вы давайте думайте побыстрее, поскольку, собственно говоря, пока вы будете думать, мы за это время будем практически сравнивать с землей мирные украинские города. Вторая цель, безусловно, заключалась в том, чтобы проверить готовность украинской ПВО, и она здесь неприятно противника удивила, поскольку очевидно, что российское военное командование рассчитывало, они постоянно меняют тактику, как мы видим, даже по сообщениям телеграм-канала, по той информации, которая там публикуется, и шахеды, и российские ракеты, они идут по очень сложной путанной территории. Они постоянно меняли направление, заходили, значит, в одну область, двигались на запад, потом резко меняли направление в центр, потом на север и так далее. То есть они, грубо говоря, путали следы. И тем не менее, комбинированная атака очень сложная. То есть подобную атаку очень сложно организовать, вот, и очень сложно ее провести. Она оказалась бессмысленной, поскольку украинское ПВО со всеми этими и БПЛА, и ракетами справилась, и справилась, наверное, какая совершенно блестящая. При том, что, еще раз повторю, приблизительно четвертая часть ракет все же долетела, вот, ущерб мог быть, мы понимаем, ну, намного более серьезным, если бы украинское ПВО не справилось. Ну, и третья цель, это, безусловно, сеять панику, ужас среди украинского населения, которое, в любом случае, каждый человек, он хочет хотя бы в рождественские новогодние праздники, светлые праздники, Рождества Христова, как-то отдохнуть, собраться с семейным кругом, отвлечься от войны, отвлечься от дурных мыслей. И вот противник делал все для того, чтобы этот праздник сорвать. И в определенном смысле, конечно, это удалось, поскольку сидеть под ударами БПЛА, сидеть под ракет, а все крупнейшие украинские города сидели практически все в бомбоубежищах. Вот, и надо сказать, что граждане проявили достаточно высокий уровень сознательности, когда звучала тревога, люди спускались. И этим объясняется то, что ущерб был нанесен достаточно серьезному жилому сектору и в Киеве, и в Харькове, и в других городах. Но количество жертв было бы несоизмеримо большим, если бы люди все-таки не прислушивались к сигналам тревоги и не спускались вниз, не спускались в бомбоубежище. Так, у нас 30 тысяч смотрят, около 8,5 тысяч поставили свои лайки, как вот уже напоминал вам Тарас, пожалуйста, ссылки размещайте в своих аккаунтах, в социальностях, группах. Сейчас такой вот все время праздничный или постпраздничный период, когда люди, ну, кто отвлекается, кто как, в общем, не очень следят за каналами, но нам важно, чтобы эти эфиры смотрели, потому что события, тем не менее, не останавливаются, война продолжается, она праздников не имеет, к сожалению. Вот, и маленькое объявление, как я и обещал, в пятницу, мы предварительно уже готовы, я проведу эфир с экспертами, которые будут обеспечивать проведение выборов президента Российской Федерации, которые мы затеваем сейчас, и расскажут, как будет работать система регистрации через биометрию паспортов в приложениях и, соответственно, на сайте. Ну, в общем, здесь они техническую сторону всю опишут подробно, поэтому следите за эфирами, буквально в пятницу этот эфир в девять вечера по Киеву состоится. Это обязательно, так сказать, для внимания, особенно россиян, им придется голосовать. Ну, хорошо, а мы продолжаем. Смотри, Тарас, получается тогда какая штука? Понятно, что есть некая регулярность в этих обстрелах, ничего здесь нового, они и до этого обстреляли. Таким количеством, другим количеством. Ну, то есть в самой этой тактике ничего, в принципе, нового нет. С другой стороны, если они, как ты говоришь, расходуют уже и вновь произведенные средства, а запасы, видимо, кончаются, потому что, а зачем тогда вы новые используете, если у вас на складе старые лежат? Ну, логика такая, хотя, может быть, и другая логика. То все-таки вот к вопросу о возможностях украинской ПВО. Несмотря на то, что, конечно, она справляется там блестяще, тем не менее средств этих явно не хватает, потому что одно дело Киев, там некоторые крупные города, но в ряде мест вот и были чудовищные совершенно потери среди местонаселения, десятки людей погибли, что, конечно, наручающе очень. И это же тоже зависит от выделения этой помощи. В этих 60 миллиардах обязательно найдется сумма, которую надо потратить на дополнительные ПВО. Все те же Патриоты, Насамсы и так далее, то, что не хватает для закрытия, грубо говоря, дополнительных населенных пунктов, мест, территорий Украины. Такое есть, выглядит как торопление, что быстрее-быстрее накроем, пока выделенная помощь не повлияла на приобретение новых средств. Ты полагаешь, что у Москвы, в общем говоря, есть возможности каким-то образом влиять на систему ПВО Украины, действительно уничтожать Патриоты, уничтожать Патриоты и прорывать ее, потому что иногда выглядит как тест. Вот они все это запустили и посмотрели, как отработало ПВО. Или же это, может быть, с этим даже и не связывается? Ну, еще раз, я неоднократно уже упоминал, я не являюсь специалистом в сфере ПВО, и мои комментарии не могут являться компетентными в данной ситуации. Я являюсь точно таким же потребителем, но чуть более, возможно, информированным, чем большинство зрителей твоего канала. Но, тем не менее, то, что я читаю заявления специалистов, они говорят о том, что украинское ПВО отрабатывает на максимум. То есть, если мы будем брать примеры, ну, давайте так посмотрим, даже недавний пример, в ходе атаки, которая производилась 29 декабря, одна из этих ракет на 40 километров залетела на территории Польши. Польша член НАТО, которая имеет на своем вооружении системы Патриот, и, безусловно, польские военнослужащие ПВО, они являются достаточно компетентными, я думаю, здесь нет ни у кого сомнений. Плюс, поскольку они эксплуатируют системы Патриот намного дольше, чем украинские военнослужащие, у них должен быть больший опыт в сбитии воздушных целей. А то, что подобные тренировки регулярно проводятся во всех вооруженных силах НАТО, я думаю, не является секретом. В ходе всех крупномасштабных учений всегда подобные атаки симулируются, которые все системы ПВО отрабатывают, либо в реальном режиме, либо, скажем так, симулирование. Так вот, тот факт, тот, что украинская система ПВО сбивает в отдельных случаях 100% ракет, а были немало прецедентов в ходе этой войны, а уже было выпущено по Украине рекордное количество, я не могу сейчас называть цифры, но мы говорим о тысячах ракет, которые были запущены по Украине, были сотни атак, сотни атак осуществлены, и в отдельных случаях украинская система ПВО справлялась на 100%. И 100% было сбито БПЛА, и 100% сбитие ракет производилось. К сожалению, в этот раз так не получилось. Почему? Потому что наш противник тоже учится. Они не идиоты, они, безусловно, смотрят на то, как работают. В ходе отработки СБУ выяснило то, что российские спецслужбы смогли взломать несколько наружных камер наблюдения. К сожалению, любая страна, никуда не уйдешь, эти камеры наблюдения есть везде, они взломали несколько камер наблюдения, и, к сожалению, получили к ним доступ, они тоже учатся и смотрят, и наблюдают, в том числе за тем, откуда вылетают ракеты, это им дает, понятно, возможность видеть место дислокации, комплексов, и учитывать это при планировании последующих атак. Тем не менее, это одна единственная ракета, которая залетела на территорию страны НАТО, вернулась, потом она поменяла траекторию. Кстати, тут вопрос еще, да, вот специалисты должны четко дать ответ, потому что есть две точки зрения. Одни говорят, что это просто случайно, вот, и она потом вернулась, другие говорят, что это было намеренно. Вот я все-таки склоняюсь к второй версии, что это была намеренная проверка. Все-таки 40 километров это, ну, не малый крюк, это не 5 километров, не 10, это практически полсотни километров. И тем не менее, эта ракета не была сбита польской системой ПВО, которая, безусловно, готовится. Они находятся в состоянии постоянной готовности, понятно, все приграничные государства НАТО вынуждены держать свою систему противовоздушной обороны в состоянии готовности 24 на 7. И тем не менее, одна ракета, которая залетела, не знаю, какого типа, у меня нет информации, какая-то была ракета, баллистическая или крылатая, ну, вот, ну, очевидно, крылатая ракета, вот, залетела, вот, и она не была сбита. Это тоже говорит о многом, в том числе об уровне компетенции, к сожалению, к сожалению, вот тех людей, тех комплексов, которые отрабатывают. Возможно, у них не было команды, вот, возможно, они просто не успели ее перехватить, но факт остается фактом. То, что они наблюдают, они видят траекторию движения, и мы должны предполагать, как это все может попасть, в том числе, к сожалению, и на их территории, но она бы не была сбита. Поэтому, еще раз повторю, я не являюсь специалистом в этой области, но полагаясь на мнение специалистов, я думаю, что мы на сегодняшний день имеем максимум возможного. Не надо также забывать, что срыву этих атак немало поспособствовало то, что был уничтожен российский большой десантный корабль «Новочеркас», который, как считается, там был огромный взрыв и разлет обшивки этого корабля был больше трех километров, и нет единого мнения, кто-то говорит, что там были шахеды, он перевозил, другие говорят, что он перевозил калибры, да, этот корабль способен перевозить, точнее, был способен перевозить несколько десятков ракет класса «Калибр», так вот, которые должны были принять участие уже в атаке непосредственно и 29-го, и 2-го числа, и этого не произошло. И это, в том числе, сорвало, в том числе, в значительной мере планы противника, поскольку, если бы ракеты полетели, заряженные с российских подлодок с юга, очевидно, отразить эту атаку было бы намного сложнее. Мы говорим о гипотетической возможности, если там были калибры, и если их не успели перегрузить, да, это могло сорвать. Еще раз повторю, я ничего не утверждаю, я только предполагаю. Но факт остается фактом, что был уничтожен не только «Новочеркас», но и портовая инфраструктура, поскольку противник наш не сподобился построить необходимую портовую базу для погрузки подобных крылатых ракет. А для него ситуация ухудшается тем, что в Крыму единственный порт, который способен эти ракеты перегружать, это был как раз порт «Феодосия». И там была уничтожена не только этот корабль, но была уничтожена портовая инфраструктура, которая позволяла их загружать. И поскольку теперь крылатые ракеты в течение длительного времени, пока они не будут восстановлены, «Феодосия» противник не сможет загружать, это существенно ограничивает его возможности по нанесению ударов по гражданским объектам и военным объектам в Украине. То есть это вот к ответу того, как в принципе все это работает. Ну а это, безусловно, была огромная, блестящая победа воздушных сил Украины, которые и эту атаку, собственно говоря, и осуществили, причем осуществили так, что ни одна из запущенных ракет какого класса официально не сообщалось, предполагалось, что это был, пресс описал, что это могли быть строншедов, ни одна из запущенных ракет переквачена не было. Вот смотри, сегодня, ну после всех озвучавших заявлений, после Белгорода и всего остального, сегодня отличился опять ты удивишься Дмитрий Медведев. Я прямо таки процитирую. Но я всегда говорил, что он все-таки он все-таки даже превзошел себя. Давайте мы его почитаем. Значит, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев о заявлении МИДа Франции, который отказался судить ударовую слову по Белгороду, назвал их законной обороной. Это назвал МИД Франции. Прямая цитата, что пишет значит Медведев. Мы никогда не любили французов. Типа лягушатники воевали с нами. И вообще эти троеточие П.Р. ну то есть не пионеры типа в кавычках пишет он. И сейчас убедились в этом. Написал МИД Франции удар по Белгороду с применением кассетного боеприпаса это право на самооборону. точка 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 ну как бы ну бог с ним там считался президентом он конечно никаким президентом никогда не был но я хочу сказать что он тут даже я бы сказал он себя превзошел где-то как-то истерическая реакция и у пропаганды тоже такая же истерическая реакция давай об этом поговорим конечно гибель гражданских людей со всех стран безусловно это ужас еще раз хочу подчеркнуть особенно россиян которые еще там мучаются этим вопросом вся ответственность что очевидно лежит на Путине и за все что в Белгороде происходит за все что в Воронеже происходит за все что в Украине происходит только на нем одном больше не на ком вот это надо правильно понимать потому что как только начинается вот это ой а зачем хоть мне надо так не бывает война это штука такая в которой как раз таки главным решающим вопросом является кто первый начал и кто виноват ну он вообще не вопрос не обсуждает кто первый начал и то что война вещь обоюдная и то что она так долго длится все исключительно на совести Путина вот ну что говорить о Медведевом Медведев с ним вообще все ясно но тем не менее реакция истерическая вся та же в стилистике что как так по нам нельзя значит мы вот можем а по нам нельзя причем это ряд заявлений которые не только от МИДа Франции не только от посла по-моему США в Украине где было сказано знаете что мы там даем а они сами цели выпирают тем более что это же никакие не французские ракеты не американские ракеты не британские ракеты это украинские теперь ракеты как только они действительно попали на территорию Украины да эти ракеты являются прежде всего украинскими это собственность Украины которая защищает свою территорию более того поставка этих ракет даже если это были ракеты допустим если использовать под Белгород и так далее то мы не знаем да то совершенно же очевидно что Украине можно их поставлять но Украина не распространяется эмбарго в связи с войной а вот на Россию распространяется как на страну агрессора все очень просто все очень легко но тем не менее реакция предельно истерическая ты видишь в этом некое опасение политическое или любое другое не знаю со стороны российского Кремля власти что они допускают что если это поэскалирующе пойдет ну это же не карамелька жизнь становится хоть в Белгороде хоть в Воронежской области Петропавловск по-моему это село либо это завтра в Ростове произойдет или где-то еще складывается впечатление что они конечно нервничают потому что как-то в общем где-то народ-то утилизируется там на фронте но вот местное население которое перед праздниками там ходит в магазин оно как-то совсем не готово значит вот так просто братья на улицах погибать поэтому ну вывод напрашивай сам собой прекратить обстрелить Украину прекратятся обстрелы обратные но вот истерическая реакция свидетельствует о чем-то еще отдельно помимо то что мы с тобой обсудили в целях воздействия на запад со стороны Путина этими обстрелами но вот здесь как ну давай можно я скажу по поводу Медведева все-таки он этого заслуживает мы помним что европейская аристократия и российская в том числе она на протяжении столетий разговаривал на французском языке как на языке знать простолюдины такой возможности были лишены вот и поэтому в принципе Медведев как чистый такой простолюдин знаешь он мог заслужить знаешь роль разве что там подмывателя какого-то графа в лучшем случае знаешь там графские чресла где-то пойти подмыть или в баре попарить в лучшем случае поскольку его природа обделила и умом и физической силой и подобный плюгавый персонаж ты же сам понимаешь в сложные времена когда ценилась в первую очередь физическая грубая сила ну он бы ни на какую должность еще раз повторю ну или горшки ночные носить где-то там за графями выносить это максимум но он бы мог сподобиться поэтому в принципе слушать бледнее бреднее этого плебея ну честно говоря даже смешно я думаю что светило российской аристократии если сейчас они поднялись из могилы понимаешь они бы даже отказались плюнуть понимаешь на этого смерта то есть он бы даже не удостоился их взгляда вот теперь что касается Белгородской области ну к сожалению это война это война и поэтому в войне всегда происходит что в эту игру можно играть вдвоем как оказалось ну и по большому счету мы видели когда легион свобода россии русский добровольческий корпус заходили на территорию РФ Белгородскую область и в соседнюю Курскую область мы видели что по большому счету население этих областей оно было предоставлено само себе их никто не защищал их никто фактически не эвакуировал да была какая-то смешная попытка рассказать о том что кто-то кого-то вывозит он не рассказывал Гладков он рассказывал даже какую-то совершенно бредовую историю о каком-то мальчике который прикрывал собой девочек какой-то 8 лет вот не помню как его там звали и он оградили этого мальчика он там прикрывал девочек якобы в него летели пули знаешь вылетели на голову попали значит этого мальчика и он значит странным образом все остались живы и девочки и он ну его наградили понятно кстати рано так они показали куда же попали этому Пете или Васе или Коле вот но неважно одним словом это знаешь как этот как соратники Ленина которые ходили с надувным бревном так же этот мальчик вот поэтому население этих областей и кстати мятеж Пригожина что же самое показало оно предоставлено само себе сильно кто-то защищал или переживал о попранных правах ростовчан когда наемники Вагнера там заходили захватывали какие-то гражданские объекты военные в том числе вот ездили по площадям там значит устанавливали свои порядки кто-то сильно переживал кто-то кого-то там наказывал да нет даже тех кто замочили 15 российских пилотов конечно и той никого же даже не посадили ты вспомнишь о чем мы говорим я думаю что значит ликвидировали и доходят сведения что не только там Пригожина своего окружения но и кое-кого кто сидел в бронететке уже говорят ликвидировали но тем не менее смотри то есть если военный хоть как-то считают поскольку это же как бы живая единица боевая ее податупо стоит денег и они как-то так отдаленно ну понятно что это милый в основном и его не очень сильно переживают но как-то вот считают по крайней мере то есть если его ликвидируют считают кто считает там бедных гражданских что с ними происходит и поэтому по большому счету как мне кажется я не очень сильно конечно следил там за тем что писали в пропагандистских каналах по поводу событий в Белграде но это было настолько наигранно и пафосно я тебе даже больше скажу что если такое что-то произошло на Рублевке или в Московской области 90% россиян бы хлопали в душ и радовались понимаешь искренне ну радовались а в Белграде оставил всех равнодушие ну просто проблема понимаешь Москва не граничит с Украиной к сожалению пока по крайней мере если так получится что мы выйдем на границе Московской области когда-нибудь то у нас появится наверное такая возможность пока нет вот поэтому как бы их проблемы знаешь как говорится проблемы индейцев шерифа не волнует вот так приблизительно было с жителями Белградской области ну понятно но ты полагаешь что вот этот фактор ну вот такого переноса на гражданских войны может содействовать ну некому хотя бы изменению климата такого да вот это вы в полной безопасности а украинцы там горят то есть вот грубо говоря это может измениться если такие удары ну понятно что неизбежность как мужская игра в два в две стороны может на это повлиять вот это чувство безопасности с ним связано ну смотри то что произошло Белградской области это очевидно результат непрофессиональной работы Белградского ПВО и об этом в принципе достаточно многое писали и говорили источники Украина никогда не наносит объектов по гражданским объектам Белградская область к сожалению является одной из ключевых по которой наносятся удары по Харькову и Харьковской области причем удары наносятся циничные подлые на как раз в ходе атаки вот этого 2 января удары наносились по центру Харькова был разрушен в значительной мере один из самых известных отелей города Харьков Пелос вот в котором живут журналисты никаких наемников там жизни никогда не было вот и когда как раз мы дислоцировались в Харьковской области я регулярно в этом отеле встречался с западными журналистами американскими британскими французскими никогда никаких наемников там жизни не было и в принципе и наемников то никаких нет это все бредни и фейк пропаганды да есть добровольцы которые служат в составе иностранного легиона делают они это по подписанным контрактам с вооруженными силами Украины на таких же легальных условиях как это делают граждане Украины никаких наемников никогда не было и быть в принципе не могло и естественно никакие наемники ни в каком Харьков Пелос никогда не жили поэтому вот что касается реакции ну мне кажется еще раз по большому счету проблемы жителей Белогородской области еще раз повторю волнует вероще только их самих все остальное это наигранный фальш фарс который по большому счету просто искусственно подогревался и они же не могут признать что они сами убили своих граждан ну естественно нет вот тем не менее у российской власти есть длинная история уничтожения ликвидации собственных граждан вспомним Беслан где были по сути жестоко убитые школьники в результате совершенно ну не спланированного хаоса штурма этой самой школы когда убивались в ходе штурма народов мирные сотнями причем сотнями были уничтожены мирные граждане которые были отравлены газом в ходе опять же плохо спланированного хаотического штурма поэтому длинная история убийства российских граждан у российской власти есть и убить собственных граждан в том числе их обстреляв как они сделали для них никакой проблемы не представляет будет ли это использовано для какой-то там циничной игры с раздуванием значит там ура патриотических настроений я это вполне допускаю вот они будут об этом рассказывать они пытались это продвинуть на международных площадках но реакцию мы видели это же ну допустим кто-то скажет Украина в данном случае заинтересованный субъект хорошо но вот есть реакция международного сообщества та же Чехия и ответ последнего представителя Чехии в организации объединенных наций он показывает Чехия мы в этом фарсу мы в этом фарсе участвовать не будем то есть никакие на какие Россия нас не имеет права я цитирую максимально близко к тексту вызывать на какие-то слушания почему бы то ни было до тех пор пока она не выведет свои войска незаконно находящиеся на территории Украины вот реакция то есть в эти все фейки и постановки вот в том числе в то что было в Белгороде мы видим никто не верит ну кроме России и понятно ее прихлебателем ну на самом деле еще раз повторяю Украине нет нужды вообще сильно оправдываться вот в чем вся история она может мы и не оправдываемся я имею ввиду что вообще можно не комментировать можно вести себя как хочешь абсолютно потому что нужно понять что еще раз неотменяемым здесь является то что война длится уже скоро два года мы приближаемся двадцати трем да месяцем за это время так сказать Москва чего только не наделала сколько народу только не убило в том числе гражданки чем дольше длится война вся на совести Путин кто ее и затеял он первый начал и поэтому еще раз это очень удобно сейчас сказать и те виноваты и те виноваты и те убивают ничего подобного это так не работает вообще это вообще так не работает то есть если ты напал да значит зател эту агрессивную войну то все последствия вся ответственность за них лежит исключительно на тех кто это затеял вот беда в том что да в России кто-то этого не понимает кто-то не хочет понимать кто-то боится понимать кто-то значит боится адресовать эти претензии к власти но это не отменяемая вещь это важно понять даже если Украина будет обстреливать города Ростов и так далее так все просто ларчик просто открывается нужно снести к чертовой матери режим кто-то скажет а как а вот так как это уже было надо женам не ходить с пикетами а призвать своих мужей с оружием сняться с фронта из-под Авдеевки и двинуться в совершенно другом направлении в Одинцовский район где находится Рублевка вот это было бы эффективным средством Марк ты понимаешь все вот для жителей пограничных с Украиной и российских областей и не только белгородской все выглядит то есть они задают я уверен себе абсолютно простой вопрос до чего было начинать войну специальная военная операция если в результате этого страдает население российских регионов то есть есть ли смысл так называемое СВО я говорю в кавычках СВО естественно в том чтобы гибли жители белгородской других областей то тогда вопрос то есть жители белгородской области я уверен чувствую так как будто просто кинули поставили здесь украинское слово на произволящее то есть на волю судьбы не поставили систему ПВО не поставили войска когда заходили РДК легион России там было просто чистое поле вот они просто заходили и все там была полиция и пограничники которые сдавались они даже не пытались остаться просто сдавались вот переходили на сторону своих значит соотечественников россиян сдавались им охотно и вот и глядя на все это в принципе какой смысл быть лояльным стране которая тебя не защищает то есть смотри какой смысл в этом ну то есть ну опять же вопрос без ответа да конечно несколько пиф-паф и нету вашего Кремля ну это такой вопрос да это еще требует отдельного разговора просто поскольку это продолжится это уже не закончится это раз за разом я вот об этом с первых дней войны начинал говорить что рано или поздно война прилетит там в Белгород и вдруг она туда прилетела и тут как новыми влюбленными глазами они значит ну как же так ну что зачем ну как ну как так ну война же продолжается как вы себе ее представляли как люди себе ее представляют ну боксом это отдельный вопрос ладно 36 минут мы в эфир у нас еще время есть давай посмотрим на ситуацию вот еще как в общем мы подошли к новому году сейчас уже перевалили его так сказать с 23 на 24 год Авдеевка так и не взята вот у меня тут приятельница журналистка всем известная Андриана Кучер вот только что вернулся за Авдеевке вот у меня стрим на этой неделе будет была в Авдеевке куда я так не смог попасть она была как я понимаю аж три часа находилась в Авдеевке на Коксовом комбинате ну в ряде так сказать мест там по городу это она сама там рассказывает публикует это как бы все на ее ее зона а уж чего только не говорил что и Авдеевка будет вот смотрите Маринку взяли вот значит там Сям и так далее и тем не менее вот подходит идет к середине января время ну рано еще ну что-нибудь только третье число ну пройдет я думаю эти оставшиеся там меньше двух недель и в общем результата нет то есть того который рассчитывалось того который закладывался в методичку что к выборам 17 марта так называем выборов там никаких нет конечно ну будет вот граница Донецкой области ну или что-то хотя бы Авдеевку чтобы что-то можно было продать сказать ну вот вы видите пусть поступательно но прогресс есть этого не произошло несмотря на прогнозируемую трудность в связи с отсутствием этой помощи финансовых 60 миллиардов и соответственно каких-то дополнительных увеличенных поставок вооружений ничего из этого ничего из этого не произошло на твой взгляд значит и мы возвращаемся все к тому же что ситуация на фронте она не такая как описывается в прессе в том числе качественной западной прессе что там зачастую можно прочитать и алармистские и даже там провокативные какие-то тексты про то что ну все пропало все пропало а на фронте в общем ничего не пропало все очень даже продолжается и так сказать перспектива московская она не такая уж и самоочевидная что они там займут Авдеевку как говорили там чуть ли не до конца месяца ну и так далее мы слышали от того исходили эти прогнозы как на твой взгляд выглядит ситуация на фронте насколько она будет влиять на политическую ситуацию в России я имею ввиду по выборам у этого кренделяй значит на выбор ситуация на фронте продолжает оставаться сложной противник продолжает наступательных действий на один направлении в том числе на Авдеевском направлении в одном из прошлых эфиров мы обсуждали то что противник заявил о взятии Маринки он не до конца ее захватил вот подразделение ЗСУ продолжает оставаться на окраине этого населенного пункта но точнее точнее то что от него осталось этого города нет остался чисто лунный пейзаж там ни одного целого или частично уцелевшего здания то что касается Авдеевки ситуация на данном направлении продолжает оставаться достаточно напряженной поскольку противник не оставил плана взятия под контроль Авдеевки и окружающей местности Авдеевка имеет стратегическую ценность поскольку ее называют воротами в Донецке если Бахмут называли воротами Донбасса то Авдеевка это непосредственно ворота в Донецк прямое расстояние там составляет не более 20 километров поэтому стратегическое значение Авдеевки которое противник штурмовал с 2014 года и не взял до сегодняшнего дня оно является огромным безусловно вот тем не менее уже очевидно что Авдеевка стала ну если мы будем проводить такие исторические параллели таким себе Сталинградом противник потерял здесь огромное количество бронетехники сожжено по разным оценкам от 300 до 400 плюс единиц техники бронетехники имеется ввиду танков БТРов БМП БРД которые были полностью уничтожены на данном направлении и кстати разгром разгром российской группировки вот под Авдеевкой это одна из ключевых причин почему Путин так активно ищет возможности добиться перемирия ему нужна передышка в первую очередь для того чтобы восстановить катастрофические потери нету количественного состава вот уже неоднократно говорилось о том что Путин уничтожил в Украине собственную кадровую армию более 80% кадровой армии российской прекратило свое существование но и вторая причина это огромные потери среди элитных подразделений и приданной им бронетехники поэтому они нуждаются остро в подобной передышке для того чтобы восстановить банально восстановить то количество техники которое было уничтожено да противник при всем при этом наладил и увеличил производство танков увеличил и производство и модернизацию БТРов БРДМов вот но тем не менее из-за катастрофических потерь которые он понес в ходе осенне зимнего наступления на Донбассе а также на Купинском направлении он сейчас нуждается остро в оперативной паузе поэтому продолжаются попытки штурма не только Авдеевки но и Купинска на Лимане достаточно острая сложная ситуация однако на всех направлениях подразделения вооруженных сил Украины твердо удерживают оппозиции противник продолжает нести тяжелые потери уничтожаются в том числе не только рядовой но и командный состав и каждая неделя приносит новые и новые фамилии до этого достаточно почитать сводки украинских и западных СМИ подтвержденное уничтожение в том числе и старших российских офицеров вот ну уже достаточно сказать что то есть насколько ожесточенные боевые действия ведутся если уничтожаются командиры уровня командиров батальонов соединений бригад вот и еще раз повторю такая ситуация на фронте продолжит оставаться очевидно достаточно сложной на протяжении последующих месяцев причин для этого несколько Путину необходим хоть какой-то победный результат у него сегодня нет ни одной значимой победы Маринха на это не тянет ему на необходимо до выборов выигрысти ценой неимоверных потерь хотя бы что-то вот Авдеевка на данный момент является для них стратегически наиболее значимым лакомым куском вот который Путин хочет бросить на стол собственного электората они будут поэтому как минимум до момента президентских выборов до марта нынешнего года нет никаких оснований считать что противник прекратит попытки добиться прогресса хотя бы на одном из участков фронта что будет после этого учитывая катастрофические потери личного состава то что они сейчас пытаются всячески вербовать и в том числе обманом затягивают вооруженные сил Российской Федерации граждан РФ и не только их мы видим каждую неделю скандалы которые возникают с гражданами других стран третьих стран в частности вот мы видели и граждане Непала которые стали жертвами обмана и кубинцев они затягивали и жители стран Африки затягивают последняя фишка по вербовке которая сообщает наши источники в разведке что пытаются обманом путем давления шантажа воздействовать на российские граждане членов их семей в том числе даже таким образом нетривиальным как подбрасывание наркотиков то есть в обмен на снятие статей уголовного розыска они предлагают подписываешь контракт и едешь значит и мы забываем о совершенном тобой преступлении которого в действительности естественно не было занимается этим полиция российская которая работает в тесном контакте с местными российскими военкоматами но еще раз повторю до марта месяца нет никаких признаков того что противник ослабит попытки наступательных действий поэтому нас ждет достаточно сложная зима вот как это было и год назад когда длилась гереческая бахмутская оборонительная операция которая закончилась только в мае напомним мая 2023 года поэтому как минимум до середины весны ситуация будет оставаться достаточно напряженной я как раз был в мае в в Украине как раз был в Часовом Яре как раз ну уже оставались там на самом-то деле уже там последний квартал оставался в Бахмуте за ВСУ и де-факто уже за пределами Бахмута шли бои поэтому тоже было там предрежда но посмотрим как дальше мы 45 минут с лишним уже в эфире я напомню что очень важно чтобы вы подписывались на канал Тараса Березовца в описании к этому видео по имени Тарас Березовец вы можете пройти на канал Тараса смотреть видео там смотреть видео соответственно и подписываться на канал ну и что касается канала Фейген Лайф он становится базовым для проведения выборов так что те кто нас из России смотрит для того чтобы вам получать достоверную информацию о проведении выборов там сайт будет опубликован надо будет регистрироваться вам конечно важно получать ее с канала Фейген Лайф поэтому те кто еще не подписался на канал Фейген Лайф очень рекомендую вам именно сейчас это сделать потому что буквально повторяю в пятницу будет первый эфир потом они пойдут ежедневно эти эфиры с разъяснением как регистрироваться избирателем через через биометрию своих паспортов и так далее там очень такая непростая штука чтобы не скачивать личные данные чтобы не забирать так что подписывайтесь на канал Фейген Лайф чтобы иметь этот инструмент непосредственно в руках но вот смотри мы уже подходим к концу на твой взгляд все-таки какой прогноз ты видишь по выделению помощи вернемся к американцам вернемся к Вашингтону они скоро уже выходят с каникул рождественских американские сенаторы и будут рассматривать этот вопрос в контексте выборов идущих в США активность бешеная трампу я вот смотрю там сенн другие каналы но он везде очень активен идет конечно напряженное такое столкновение внутри республиканской номинации да значит скоро праймеризы и так далее на втором уверенно идет между прочим ники хейли и набирать набирать она уже отстает потому что по-моему на 10% всего от трампа отстает что-то такое да у них максимально они идут близко в отдельных штатах практически за москву до стантиса далеко уже оставили позади ну и там своя развивается история вот в контексте этого как это идущая кампания ну прежде всего республиканцев по определению своего кандидата влияет продолжает влиять на на вопрос поддержки украины и вот конкретно этого голосования ну я безусловно не обладаю всей информацией относительно всего происходящего тот объем информации которая находится в нашем распоряжении нам позволяет сделать вывод относительно того что шансы предоставления конгрессом пакета военной помощи украины есть и они есть достаточно неплохие вопрос только в том будет ли этот пакет в полном объеме будет ли он содержать 61 миллиард долларов для украины вот там заложен пакет помощи порядка 15 миллиардов долларов насколько я помню для израиля вот также есть тайвань и ряд других союзников всего этот пакет свыше 100 миллиардов долларов вопрос получит ли украина в полном объеме у меня нет однозначного ответа на этот вопрос поскольку мы не знаем всех нюансов подводных камней ну например представители российской оппозиции с которыми я общаюсь например небезызвестный товарищ наш илья илья пономарёв считают что все-таки вопрос решения предоставления украине военной помощи будет позитивным позитивным вот получите украина и израиль но компромиссом цена компромисса будет заключаться в том что байдену придется согласиться на выделение большой суммы денег на строительство стены которая должна будет разделить соединенные штаты и мексику вот подход части республиканцев в конгрессе заключается в том что чуть ли не они требуют паритетности то есть если вот вы хотите для украины пакет помощи то мы согласны при условии паритетности вот например мы выделяем 15 миллиардов в украине 15 миллиардов израиля и 15 миллиардов должно пойти на стену хотя ну мне опять же я не знаю всех нюансов мне сложно представить что из чего должна быть построена эта стена если она будет стоить 15 миллиардов то есть вот такой подобный подход он сейчас появился да и о нем сейчас начинают скажем так говорить так ли это придут ли к соглашению представителей администрации Байна и республиканского большинства в конгрессе я надеюсь что да я надеюсь что им удастся все-таки достичь подобной договоренности и поэтому определенный сдержанный оптимизм есть я думаю что несмотря на все внутренние скажем так подводные камни которые существуют и несмотря на оппозицию трампа в целом серьезной оппозиции предоставления помощи среди республиканцев мы не видим да есть трампистское крыло вот например упомянуть это Ники Хейли ну вот блестящий кандидат республиканской партии вот которая борется с трампом и ей предстоит пройти сложную кампанию вот но кстати по социологии Ники Хейли в паре с Байденом уверенно побеждает ее результат будет выше чем у трампа в паре с Байденом поэтому как бы тут только люди могут задать вопрос то есть Ники Хейли более рейтинговый кандидат в противостоянии с действующим президентом США почему республиканцы почему республиканские праймерис не поддержат ее но ответ тоже заключается у трампа есть свое ядро избирателей и даже несмотря на то что шансы трампа в противостоянии с Байденом ниже они будут все равно поддерживать его но очень сложный процесс идет вот Ники Хейли себя блестяще показывает в ходе дебатов вот она прекрасный полемист и поэтому она поборется безусловно за выдвижение не факт что она конечно выиграет эту номинацию но еще раз повторю если она действительно выиграет у Трампа вырвет у него буквально в смысле очень тяжелой борьбе она безусловно с большой вероятностью станет следующим президентом Соединенных Штатов Америки Ники Хейли однозначный сторонник Украины она однозначно поддерживает предоставление большого пакета помощи вот и поддерживающие республиканцы безусловно будут попросту говорят топить топить за выделение этой пакета помощи Украины поэтому я считаю что шансы есть они достаточно неплохие вопрос только в сумме еще раз повторю удастся ли администрации Байдена вырвать вот этот 61 миллиард или все же сумма будет несколько скромнее но я практически уверен что помощь Украине все же будет предоставлена возможно более скромная чем этого хочет администрация Белого дома но она будет выделена ну что же 52 с половиной минуты мы были в эфире нас смотрит почти 54 тысячи зрителей одновременно и 20 тысяч поставили свои лайки спасибо вам друзья что вы сегодня в среду были с нами завтра у нас будет эфир с Аленой Курбановой как обычно и в общем говоря просьба распространять ссылки на этот эфир в своих аккаунтах в социальных сетях и группах помогите нам максимально широко распространять ставьте свои лайки подписывайтесь на канал Тараса Березовца Тарас спасибо тебе будем следить за ситуацией обязательно к обсуждению всех этих тем снова еще раз с Новым Годом с праздниками со всеми и с тем кто будет праздновать Рождество 7 января с наступающим таблицем спасибо друзья спасибо пока пока